Вы тоже любитель чая? Ну, попасть на любителя чая чаще можно, чем на нелюбителя. Потому что большинство людей чай все-таки пьют. Учитывая такое массовое потребление чая, да еще и в приличных количествах, я вас прекрасно понимаю, почему вы искали самый полезный чай. Потому что по большому счету чай содержит различные химические вещества, которые могут изменять состояние здоровья человека. И либо предупреждать различные болезни, либо обострять те, которые вы уже имеете. Либо сообщить вам те болезни, которых вы еще не знаете. Что у вас обмен веществ склонен к этому. Поэтому очень важно знать и правильно подобрать для себя тот самый известный, самый полезный чай. Я вас прекрасно понимаю, хотя у меня несколько видео на моем канале есть. Вы можете легко подписаться на него и просмотреть эти видео в удобное для вас время. И все равно люди задают вопрос, все-таки, какой же чай самый полезный. Поэтому это видео я решил поставить больше не на эмоциях, а на фармакологии. Потому что я, кроме того, что я врач, я еще неплохо знаю химию, которая содержится в лекарственных растениях, в том числе и в чае. И знаю, как этой ситуацией управлять. Поэтому вы можете просмотреть другие видео на моем канале. Но пока смотрите это, скажем так, занимательная химия будет. Я вам раскрою глаза на некоторые сложности, на некоторые такие сюрпризы, которые лежат в чайе. Чтобы вы понимали. Ну, во-первых, безусловно, как выбрать чай. Ну, первое, это размер. Размер имеет значение. Причем в данном случае, чем меньше размер, тем большее значение. Потому что, что собирают с кустов? Есть чайные кусты, растут на разных территориях, в разных областях. И, конечно же, они имеют свои свойства в зависимости от того, где растут. Поэтому вы знаете чай там китайский, чай краснодарский, чай грузинский, чай цейлонский. Разные есть варианты. Вот, но размер первостепенен. Потому что, как появляется сырье фактически для чая, есть почечка на кустике. Она раскрывается и выходят листочки. Вот эти листочки называются флеши. И собирают 3-4 листочка, которые вот вышли из этой почки. Вопрос, на каком этапе это все будет собрано? Самые дорогие виды чая, и, как правило, это белый чай. Они, листочки маленькие. Он мелколистовой. Когда вы завариваете, вы видите не просто обрубки кусочков листов, листьев чая. Вы видите развернувшиеся вот эти листочки на одном. На одном черешке. Это самый ценный чай. Он больше всего содержит биологически активных веществ. И, как правило, для того, чтобы их сохранить по максимуму для вас, что делают? Легкая термообработка. Для чего она нужна? Для того, чтобы те ферменты, которые синтезировали эти полезные вещества, чтобы их обезвредить. Чтобы они не начали обратный процесс. И таким образом получают белый или зеленый чай. Белый, конечно, немножко дороже и более эффективен по активным веществам. Я скажу это немножко позже. Но, вы знаете, такой чай не самый вкусный, не самый ароматный. Смотришь в напитке, ну там, окрашенная водичка. И у людей закрадывается вопрос. А такой ли он полезный? Так ли он ему много пользы принесет? Вы знаете, вот несмотря на такой скромный цвет, пользы как раз больше всего. Потому что, что делается дальше? Для того, чтобы вы пользу большинству как? По цвету, по аромату, по вкусу. Оценивается польза. Вы знаете, и что получается? Для того, чтобы потребитель получил вот то, что он хочет. Чай начинает ферментировать. И чайный лист сначала желтеет, потом краснеет, потом чернеет. Ну, напоследок, вы знаете, синеет. Ну, это я пошутил немножко. Так, может быть неудачно, извините. Но, в зависимости от степени ферментации, вы получите желтый чай, красный чай, черный чай и синий чай. То есть, это просто разная степень ферментации чайного листа, при которой вот те самые ферменты, которые вначале вырабатывали что-то, они начинают работать по-другому. Изменяется качество чайного листа и изменяется напиток. И вот здесь, фактически, если чайная церемония, такое видео у меня на канале есть, вы его можете просмотреть, ее делают только с белым или зеленым чаем, по одной простой причине, что лист целый, фактически. Все клеточные оболочки целые. И излечь активные вещества нужно время. Вот поэтому обрабатываются различные технологии на принцип один и тот же. Берется чайный лист, выбранное сырье, обрабатывается кипятком. И кратковременное заваривание приводит к тому, что мы сумму активных веществ, которые находятся в чайном листе, мы их дробим на отдельные фракции. И получается разный вкус, разный аромат. Но он настолько слабый. Поэтому в чайной церемонии сахар не используется. Никакие внешние источники не используют. Только очищенная вода и только чайный лист. Ну и температура, экспозиция, при которой все это извлекается. Тут уже мастер чайной церемонии, он ведет этот процесс. И дает возможность вам попробовать оценить на вкус, на аромат, на цвет, там мало что можно сказать. А вот эти вот компоненты, да. Оценить, собственно, работу мастера и качество чайного листа. А при этом вы уходите из состояния стресса, у вас все прекрасно, все великолепно. Если же для чайной церемонии взять желтый, красный, а особенно черный или синий чай. Как вы понимаете, толку будет мало, потому что мастер должен быть факиром просто. Он должен быть волшебником, он должен моментально раз и вынул, раз и вынул. Тогда что-то можно разделить. Если он этого не сделает, то очень быстро просто идет экстракция из ферментированного чайного листа активных веществ. И фактически вот тут вот разделить на фракции достаточно сложно. Поэтому эти виды чая не используются в чайной церемонии. И вот такой вот лечебный эффект им не присущ. Потому что психологическая разгрузка, это все-таки чайная церемония, это белый или зеленый чай. Что с активными веществами? Вы понимаете, ферменты, будучи на кустике, они синтезировали с помощью тепла, влаги и солнышка. Какие-то компоненты, о которых я скажу чуть позже. А при ферментации идет процесс разрушения. И скажем, тот компонент, который я скажу под номером 3, его количество уменьшается в чайном листе в 10 раз. Вот благодаря ферментации. Тот компонент, который я скажу под номером 2, он видоизменяется. Появляются определенные особенности. Но вот приобретение цвета, вкуса, аромата, это равно все-таки потере лечебного эффекта. И тут человек должен понимать, если ему нужно выпить цветной, ароматный и вкусный напиток, пожалуйста, любой вид, начиная с желтого. Если ему нужно больше лечебных свойств, тогда выбор сокращается до белого или зеленого чая. Потому что это очень важно. И вот эта вся линейка чаев, она вся вот такая. Но содержание, конечно, активных веществ, с чего я начал, флэш. Размер вот этих листиков имеет значение. Молоденькие флэши содержат больше активных веществ. То есть, когда флэш развернулось и лист стал среднего размера или крупного, то есть громадные листья, понимаете, что польза снижается, потому что концентрация уменьшается, но объем увеличивается. Поэтому цена чая такого снижается. Поэтому, конечно, вы понимаете, если вы берете крупный листовой чай, свойства будут одни, а мелкие флэши, это будут свойства другие. Ну, соответственно, вы понимаете, что вопрос громадный появляется, что такое чай в пакетиках. Ну, это хороший чай для полевых условий, для поездки, где вы не можете заваривать там. Взяли пакетик, сунули в емкость с горячей водой, получили быстро напиток, вы утолили жажду, вы там улучшили как-то свое состояние, немножко тонизировали себя и двигаетесь дальше. Ну, и мы будем двигаться дальше и переходим к самой интересной части, состава. Ну, конечно же, самые сильно действующие вещества чая, это алкалоиды. И содержание их от 2,5 до 5,5%. Достаточно много, учитывая то, что алкалоиды действуют буквально в миллиграммах, то это достаточно приличная компания такая. И она сильно действует, и я понимаю, что это основа вот такого эффекта, быстрого эффекта, за которым все идут. Потому что, ну, на первом месте это кофеин, который по происхождению, так как его нашли в чайе, назвали чай-ти, поэтому те-ин. Но это тот же кофеин, который находится в кофе. Кстати, другие алкалоиды чая, которые тоже там содержатся, теобромин и теофилин, их, как вы понимаете, не переименовали. Они их первично зашли в чай, поэтому они так и оставили. Поэтому в кофе они не попали. В кофе бромин и кофе филин. Ну, остались там теми же теофилинами и теоброминами. Это фактически два изомера, которые обладают определенными свойствами. В принципе, все эти три основных алкалоидов, чем они интересны? У них великолепный спектр действий. Но, знаете, они все превращаются в уникальные соединения. Кроме этих алкалоидов, там есть ксантин, гипоксантин алкалоиды. А вот эти три первых, они при обмене веществ, они превращаются в метилксантины. То есть, они фактически родственники, близкие родственники. И чем эти родственники, кому эти родственники могут серьезно навредить? Это тем, у кого есть подагра в роду или у кого есть солевой диатез. Потому что фактически из них образуется эквивалент мочевой кислоты. Метилмочевая кислота, диметилмочевая кислота. Это такие достаточно серьезные соединения, которые выделяются через почки. Требуют для себя очень много воды. Если воды достаточно количественной, они просто транзитом проходят через почки. И не задерживаются, если воды не хватает. Если вы не знаете, как поддерживать водный баланс. И не смотрели такие видео на моем канале. Если не смотрели, посмотрите. Подпишитесь на канал. И в любое удобное для вас время просмотрите. То, конечно, через солевой диатез в подагу тут проложен. Поэтому тут, конечно, нужно понимать, что с этими алкалоидами нужно что-то делать. И вы узнаете это чуть попозже. Практически в процессе видео вы узнаете, как с этими алкалоидами справляться. Чтобы пить напиток. И в то же время не страдать от солевого диатеза или подага. Потому что, в принципе, это особенность применения чая. Да, много этих алкалоидов. Никуда мы от них не денемся. Вот. Но действие какое? Быстрое действие. Понятно. Что если в кофе кофеин связан с жирами. Образуется кофеоль. Это действие моментально. То есть это фактически тонизирующий эффект от применения кофе. Это десятки минут. То в чае алкалоиды, вот эти все, они связаны с катехинами. Катехины образуют более прочное соединение. Поэтому чай обладает таким вот тонизирующим эффектом на весь день. То есть вы выпили чашку чая. И 3-4 часа вы, в принципе, в хорошем тонусе. Если вам нужно его увеличить. Можно выпить кофе. Простимулировать себя на какие-то десятки минут. В какой-то важной встрече. Но тонус, безусловно, это чай. Вы знаете, чай, он, в принципе, повышает работоспособность. И все прекрасно. Причем с разных сторон повышает. Ну, первично, безусловно, чай, как алкалоиды, его действуют на мышцу сердца. И усиливается сокращение сердца. Увеличивается частота сокращения сердца. И тех, кто склонен к аритминам, понятно. Чай, вот просто в чистом виде, как обычно все заваривают, использовать нельзя. Как заваривают, я вам скажу чуть позже. Чай повышает артериальное давление. И вот здесь вы понимаете, что люди с векито-сосудистой дистонии, с гипертонической болезнью, они находятся в такой неопределенной ситуации. Причем, я вам скажу, есть парадокс. Когда ВСД по гипотоническому типу, то есть низкое давление, уже чай аккуратно пить. Потому что низкое давление, это реакция вашего организма на высокую вязкость крови. То есть, организм тормозит, потому что он не может вот эту густую массу перекачивать. Сердце не может перекачивать. Поэтому давление снизилось. Повышение давления может плохо закончиться. Поэтому перед тем, как применять чай при ВСД, вы должны посмотреть мое видео по ВСД, по темным кругам, под глазами, по густой крови, наберите высокую вязкость крови. Посмотрите такие видео. Чтобы вы понимали, почему это не стоит делать с двух дебарахты, как говорится. Тут нужно сто раз подумать. Потому что напрягая мышцу сердца, заставляя ее перекачивать в густую сметану, которая при ВСД сплошь и рядом, при депрессии сплошь и рядом, да, сердце работает интенсивно, мы его заставили так сделать. Против алкалоидов не попрешь, они достаточно серьезные такие ребята. Вопрос, насколько хватит мощности сердца, чтобы перекачивать в густую сметану. Вот тут, что вы сделали до этого? Чаще всего ничего. Поэтому тут нужно просто понимать, что при ВСД, при гипертонической болезни, чай можно использовать, но при определенных особенностях. При аритме или склонности к ним, то же самое. Потому что всем остальным, безусловно, чай прекрасно, учитывая то, что увеличивается артериальное давление, частота сокращения сердца, то есть автоматически увеличивается минутный объем крови и кровообращение во всем организме. Как вы понимаете, где кровь, там работа. Поэтому чай, улучшая общее кровообращение, повышает тонус работы вашего организма. И по рейтингу. Если 20% крови получает мозг, то понятно, тонизирующий эффект, вы проснулись, у вас повысилась работоспособность, и вы прекрасно себя чувствуете. Но работоспособность повысилась не просто из-за того, что крови больше. Знаете, пустая кровь, какая разница, сколько крови, сколько воды закачать в мозг. Не имеет значения. Алкалоиды чая действуют хитрее. Они увеличивают количество адренозин-монофосфата. А это макроэнергическое соединение. Это то, на чем, в принципе, строится энергетика в любой зоне, в любой клетке, в любом органе. Мозг не просто получил больше крови, он начинает еще лучше работать. И вопрос для того, чтобы еще в большей степени это усилить, смотрите видео дальше, вы узнаете, с чем заваривать чай, как его лучше использовать, чтобы этот эффект был максимально эффективен. Чтобы вы получили больше энергии, больше работы могли выполнить. На втором месте, понятно, печень. Она берет чуть меньше крови, но тоже много. И не только желчегонная активность появляется, не только больше желчи она вырабатывает, она лучше очищает кровь. Поэтому чай очень часто вкладывают в системы по очищению организма, потому что печень реально хорошо очищает кровь от разных ядов. Вопрос в чем? В количестве того яда. Если вы подготовили свой организм правильно, яда немного, печень легко его переваривает. Вот если яда много, вот тут печень подставляется под удар. Потому что она вынуждена, если она раньше, знаете, так, скромно фильтровала кровь, яд убирала по чуть-чуть, вы тут заставили ее убирать ее активно. Да, печень очистит вам кровь, но вопрос с какой ценой. Возможно, варианты перехода жировой гепатоз, гепатит. То есть тут нужно просто думать. Чай должен быть вложен в систему под названием здоровый образ жизни, правильно питание. Тогда все нормально, тогда все прекрасно. Ну, конечно, про сердце я сказал. То есть, в принципе, ему хорошо. Его не просто заставили лучше работать, как вы понимаете, но еще обеспечили на энергетическом уровне. Опять-таки, с чем это дальше? Ну, почки. Вот тут вопрос спорный. Рассказываю про то, что чай высушивает, поэтому это плохо. Ну, вы знаете, конечно, чай улучшает кровообращение почков. Почки, если у них есть достаточное количество жидкости, они отвечают мочеводным эффектом. Если воды в крови мало свободной, если кровь более-менее густая, допустим, та же ВСД, то мочеводный эффект вы не дождетесь от своих почек, сколько бы там не улучшали кровообращение. Просто воды нет. Нужно просто правильно понимать, как правильно поддерживать водный баланс в своем организме. Такие видео тоже есть на моем канале, можете просмотреть. И кто будет держать воду в вашем организме? А это работа печени. Тоже наведите такие ключевые слова в поискове. Посмотрите такие видео на моем канале. Что значит работа печени, как ее обеспечить правильно. Чтобы печень держала воду в крови. И в случае, если вы выпили чаек, эта вода спокойно вышла через почки, вывела часть токсина из вашего организма. То есть провела очищение. Просто антураж, знаете, мочегонный эффект. Просто так мочегонный эффект не появляется. Только если есть для этого определенные условия. И в этом случае, вы, кстати, будете подстрахованы в плане солевого диатеза, о котором я сказал уже выше. Потому что, когда воды достаточно для выведения мочевой кислоты, вашим бочкам до лампочки. Чай пьют многие, подагой. Болеют не все из тех, кто пьет чай. Потому что тут условия нужно создавать. Создали условия? Да, не вопрос. Тогда возможны варианты. Ну, безусловно, чай первично попадает куда? В полусорта, в желудок. И понятно, сокогонный эффект здесь. Сокогонный эффект в желудке. И рассказывает о том, что чай при язвенной болезни противопоказан. Да. Но не всякая язвенная болезнь. Потому что чай улучшает. Вначале раздражает желудок, вызывает сокогонный эффект. И если вы чай и еда сочетаете, не вопрос. Если вы просто пьете чай, вы рискуете обострением гастрита, гастрододенита, язвенной болезни. Такие видео можете найти на моем канале. И тот хеликобактер пилори, который есть у всех, он может начать активно раздражать желудок тоже. И у вас появляется еще одна проблема. Но! Улучшая кровообращение в целиком, чай фактически косвенно улучшает кровообращение в зависимости с желудком. Как вы думаете, вашему желудку помешает лишние порции крови для обеспечения его работы, для обеспечения восстановления. Я думаю, что вряд ли. Поэтому тут нужно просто правильно использовать чай. И правильно к нему относиться. Потому что, если язва в желудке, то чай показан. И очень показан. Потому что там язва, как правило, как раз на дефиците крови. На дефиците питательных веществ для восстановления. И это нужно просто понимать. Чай это не просто так. Он вклонивается в систему. Нужно просто понимать, как это правильно делать. Тогда не вопрос. Чай это громадный плюс. Вопрос, как этот плюс получить? Правильно. Поэтому смотрите дальше. Потому что следующие вещества, которые фактически в чае присутствуют, это биофлавоноиды. Да. Их по количеству больше. Их до 35%. Но по активности, они меньше, чем алкалоиды. Они действуют в более значительных количествах. Проявляют свое действие. Поэтому я их, несмотря на веселое количество, поставил на второе место. Ну, из флавоноидов какие? Самые важные катехины, которые фактически при обработке дают вот тот самый цвет, вот тот самый вяжущий вкус. Вот. И вы по нему видите, да. Вы пили чай, приедет терпкость, вяжущий вкус. Ну, да. И вы оцениваете, что катехины так и есть. Но важнее, когда эти катехины не окислены. Поэтому лучший вариант все-таки, это белый и зеленый чай. Потому что там вот эти катехины, они присутствуют в нативном состоянии, то есть в живом состоянии. И они оказывают более выраженный эффект. Вместе с другими флавоноидами, кимферол, кверцетин, то есть они оказывают мощный капилляры, укрепляющий эффект. То есть от сосудов, вы как понимаете, по ним течет кровь. Сто тысяч километров сосудов. И вот здесь вот биофлавоноиды, вместе с третьим компонентом, который остается чуть позже, они великолепно обеспечивают прочность, эластичность и, самое главное, проницаемость сосудов. Оптимальную проницаемость. А отсюда зависит обмен веществ. Отсюда зависят риски. Кардиологические инфаркты, инсульты. Это все зависит от того, есть биофлавоноиды в вашем жизни или нет. Потому что сосудоукрепляющий, капилляроукрепляющий эффект, это номер один, конечно, в обмене веществ. Безусловно, обладают противовоспалительной активностью. Потому что вот те самые катехины, если они нативные, у них много активных групп. Они могут сюда столько химии прицепить, что вам это не снилось. Помните мультфильмы про ежика, да? Ну ежик на себе яблоки не носит, только в мультфильмах. В жизни он так не носит. Так вот, как вот тот ежик в мультфильме, биофлавоноиды цепляют на активные группы токсические вещества, они могут их обезвреживать. Великолепный антиоксидант и антиокислитель. Их так и используют. В профилактике, лечении воспалительных процессов. Более того, они еще обладают противораковой активностью. То есть свободные радикалы могут гасить. Во, великолепно, отлично. Интенсивная работа биофлавоноиды подстраховывают, чтобы как можно меньше повреждений было в это время. В процессе работы. То есть очень важная их функция. Но, если они не окислены. Если вы берете чай желтый и дальше, степень обработки, приобретение цвета, это равно окисление вот этих биофлавоноидов, их становится все меньше. Дубильные вещества конденсируются, появляются громадные монстры, которые в принципе не могут так бегать. Они не такие мобильные, они могут связывать много токсических веществ на себе. И эта активность снижается. Больше того, они укропняются до такой степени, что эта активность практически остается в кишечнике. Потому что арониз не может их фактически усвоить, взять в кровь, и распределять по организму, там где они нужны, где есть токсины, чтобы их обезвреживать, и нейтрализовывать их действия на какие-то системы вашего организма. И вот тут появляется еще одна особенность. Все-таки дубильные вещества, проходя по кишечнику, оказывая вяжущее действие, оно достаточно такое продолжительное, да, но они сняли воспалительный процесс, поэтому если у вас какой-то стоматит пополоскали, чаем полосы там, стоматит уменьшился. Если гастрит выпили, чай такой крепко заваренный, боль уменьшилась. Но вы должны понимать, что дубильные вещества, связываясь с белками, и фактически денатурируя белки, образуют тонаты альгуминатов, они фактически, ну, вызывают атрофические изменения, временные атрофические изменения в слизистой оболочке. Поэтому тут злоупотреблять нельзя, но уже просто понимать, что такой чай нельзя пить долго, нельзя пить просто так, чем пить, я скажу, чуть ниже. Как обезвредить эту активность? Вот, такую патологическую. Можно пить черный чай, но при определенных условиях. Вот, поэтому вы должны это все просто понимать. Вот, ну, биофлавоноиды это номер два. Номер три, это, безусловно, витамин С. Ему оды слагают, я понимаю, он тоже вместе с биофлавоноидами, он активизирует проницаемость капилляров, сосудов, то есть обмен веществ, все прекрасно, но у меня есть еще одна особенность. Витамин С, он раздражает на почнике, фактически вызывает легкую такую стрессовую ситуацию в вашем организме. И для работодателя это здорово, потому что, знаете, он вам там надсмотрщика поставил, то есть вы работаете более активно, но для вас это стресс, которых сегодня, в принципе, достаточно много, поэтому не злоупотребляйте витамином С, он не самый лучший обеспечиватель работы вашего организма, потому что это все-таки стрессовая активность, потому что, в принципе, содержание витамина С в чайном листе, в зеленом чай, имею в виду, почти в три раза больше, чем в лимонах. Правда, попробуйте съесть, конечно, лимон съесть проще, чем 100 грамм лимона съесть, чем 100 грамм зеленого чая. То есть, конечно, алкалоиды, которых я начал в этом видео, не дадут вам такой возможности, потому что нарушение со стороны мышцы сердца будет, и мозг тоже может пошалить немножко. Поэтому тут нужно просто это понимать. Но витамина С много, и ему нельзя сбрасываться с щитом. Они вместе с биофлавоноидами, знаете, как пара гнедых, они потенцируют действие друг друга, поэтому это очень хорошая комбинация. И чай используется так активно, так часто, потому что эта комбинация, она тут уникальна, она такая великолепно сложена природой, и грех ее не использовать для здоровья. Другое дело, что в зависимости от степени обработки, количество витамина С снижается, и зеленый чай от черного отличаются одним. В зеленом чай примерно 300 миллиграмм процентов витамина С, а в черном всего 30. То есть, если зеленый чай в три раза превышал, а пережал лимоны по содержанию, то черный примерно в три раза отстает уже. Поэтому тут нужно просто это понимать. На четвертую позицию в составе чая я бы поставил кислоты. Их-то много, и они тоже определяют определенное значение, имеют. Потому что, ну, безусловно, что важно, вот учитывая все, что я сказал перед этим, энергия, работоспособность, прекрасно. Янтарная и лимонная кислота – это великолепные энерготоники. Они великолепно используются в вашем организме, из них извлекается энергия, и обеспечивается вот та самая высокая работоспособность. Поэтому чай не стимулятор, он не заставил вас работать, он еще дал вам возможность на чем работать. Это великолепно. Но вот эта возможность, она немножко отстает. Поэтому очень важно, с чем чай использовать. Чуть позже, уже близко это. Как правильно использовать чай. Потому что в чай есть еще один компонент – щавелевая кислота. Вот ее сложнее использовать в этом вопросе. И те, у кого не хватает ферментной системы, вот эта щавелевая кислота может, соединяясь с кальцием, кальций в крови всегда присутствует, образовывают оксалаты кальция. И если воды не хватало, опять-таки цепочка идет, то есть не так просто ей остаться в вашем организме. Если воды не хватало на удаление, да, кислая моча идет, х там ниже 6, ниже 5,5, то здесь возникает проблема, в почках появляется солевой диатез под названием оксалаты кальция. Начинают песочек вначале, а потом камушки. Не самая простая ситуация, тем более, что в принципе, организм может с этим справляться, я скажу чуть-чуть позже. Еще чуть-чуть осталось до этого момента. Потому что есть еще группа активных веществ, которые я не могу обойти. Это витамины группы В, это микроэлементы, это железо, марганец, кальций тот же. То есть много разного содержится в чае, но вот тут, учитывая то, что небольшие количества все-таки есть, и чай мы не можем из-за алкалоидов, из-за биофлавоноидов, потому что перебор с биофлавоноидом вызывает хрупкость сосудов. Это тоже плохо. Поэтому чай в больших количествах тоже это опасность, потому что хрупкость сосудов появляется, плюс витамин С раздражает надпочечники, стресс, повышается артериальное давление жестко, и вот тут, знаете, можно наиграть нехорошую ситуацию. Поэтому чай нужно работать аккуратно, да, использовать можно часто, но дозы небольшие и по потребности. Поэтому, ну вот эта группа веществ, то есть витамины группы В и все остальное, оно не имеет такого большого значения, потому что опять-таки алкалоиды, биофлавоноиды, они будут ограничивать по количеству. Ну вот с химическим составом, собственно, чай, я, наверное, уже закончил. И если вы не утомились, я вам теперь расскажу, как правильно комбинировать чай. Потому что, как говорят, да, как заваривать не буду. Есть такое видео, просмотрите, подпишитесь на канал, просмотрите. То есть не буду, потому что слишком долго будет, вы можете уснуть, даже если вы чаю выпили перед этим видео. Или пьете сейчас чай. Кстати, приятного вам аппетита, если вы это делаете. Но, как сделать правильно? Понятно. Вот этот весь, вся эта комбинация к чему приводит? Чай, все-таки, за ним основной, основная фишка, тонизирующий напиток. Я прекрасно вас понимаю. Да. Вот эта вся компания направлена на то, чтобы повысить тонус вашего организма, работоспособность. И вот тут имеет значение. Конечно, вода великолепный растворитель, но не все полезные вещества в воде растворяются. Поэтому, когда говорят, что чай заваривать нужно в воде, исключительном воде, ну, не совсем правильно это делают, потому что чай, часть полезных веществ уходит, просто вот, в нерастворенном виде. Поэтому, все-таки, несмотря на то, что считается, что сахар, чай портит, да, портит при чайной церемонии. Я об этом вам сказал. Все остальные виды чая, если вы завариваете с сахаром, и у вас, вы заварники, фактически, вместе с чайным листом находится сахар, то те самые биофлавоноиды, часть которых великолепно растворима в воде, они в напитке есть. Но когда вы положили сахар, вы фактически, агликоны биофлавоноидов, то есть, биофлавоноид это агликон плюс сахар. Вот эта комбинация растворима в воде, великолепно. И она в чае есть. Ее много. Но есть часть агликонов, которые не успел чайный лист соединить сахаром. Потому что он не знал когда вы его соберете. Он не мог их соединить все сразу. Потому что вы не сказали что в понедельник или во вторник будет заготавливаться чайный рис с этой плантации. Вкус этого не знал. Поэтому он делал все по порядку. У него на разных стадиях синтеза разные активные вещества. Вот часть агликонов, которые не имеют сахара, не соединены с ним, они не растворимы в воде. Они растворимы либо в жирах, либо в спиртах. То есть, если вы хотите их получить активность для своего организма, вы должны к чаю добавить либо жир, либо спирт. Ну, чай с водкой здорово, наверное. Хотя есть такой способ заварки. Да, есть такой адмиральский чай. Если хотите, напишите в личку. Напишите комментарий, я вам опишу, что это такое. Но, в обычных условиях это сложно. Сахар есть всегда. Поэтому лучше положить сахар при заваривании, при термообработке агликон соединяется с сахаром, превращается в гликозид, растворимость увеличивается, эффекты биофлавоноидов увеличиваются. Противоранковый, напомню, противовоспалительный, капилляроукрепляющий эффект, то есть, мембраностабилизирующий, антирадикальный. То есть, все прекрасно. Все это в плюс, все это увеличивается. Поэтому немножко сахара нужно добавить. Хотя бы. То есть, минимальное количество это сколько объема было в заварке, столько примерно и сахара уже положить. Тогда все нормально. Хотите больше? Можно. Ну, не сильно злоупотребляйте, потому что перебор с сахаром, это сахарный диабет, от которого чай плохо защищает. Хотя такие видео есть на моем канале, можете просмотреть их, удобное для вас время. Потому что очень частая ситуация, вы знаете, как только у человека есть избыточный вес, тут же. Сахарный диабет тут как тут стоит, как тень. Потому что сахар в крови начинает повышаться. Выше 4,5 это уже человек пошел в сторону сахарного диабета. То есть, ситуация присутствует. Поэтому нужно просто это понимать. Сахар чай не портит, он усиливает его лечебный эффект. Более того, не только со стороны биофлавоноидов, но и со стороны мозга. Потому что мозг великолепный потребитель реводов. Если вы дали ему тонну, дали такой волшебный пинок, дали алкалоидов, заставили лучше работать, дали больше крови, а кровь пустая, в крови мало сахара. Вот тут избыток сахара, для этого можно работать легко и просто, потому что многие пьют чай без сахара, а потом говорят, что-то голова болит, что-то какое-то настроение, то положи сахар и все будет в порядке. Не морозь себе голову, как говорится. Поэтому сахар, не вопрос, он усиливает действие чая и усиливает повышение работоспособности, она идет легко и просто. Вот чего не стоит, откуда не стоит брать сахар? Это конфетки, печеньки, там тоже есть сахар, да. Но вы знаете, когда человек положил 2 чайных ложки на стакан сахара, нормально, все прекрасно. Вот когда чай прихлебывает, а тут рядочком стоит такая конфетница классная, вот оттуда можно столько углевода натягать, что потом это будет сказываться на избыточном весе. Поэтому тут нужно просто думать и правильно все это дело сочетать. Поэтому все остальное, да, если хотите, ну знаете, так в приглядку, а в конце взяли себя, наградили конфеткой. Тогда будет все прекрасно. Вот. Второй компонент, который складывают с чаем, мед. Да. Великолепно использовать, учитывая то, что мед это тоже великолепное топливо для мозга, и кстати еще и для печени. Все прекрасно, но ни в коем случае, вот тут мед при заваривании. Он не усилит действие полезных веществ, а фруктоза, она при термической обработке, она легко разлагается, поэтому тут возможны разные варианты. Поэтому тут нужно просто понимать и думать, как это делать правильно. Поэтому мед нет при заваривании. При заваривании опять-таки немножечко сахара, чтобы лечебные свойства чая увеличить. А мед, пожалуйста, в прикуску вот тут рядышком. Не вопрос. Только не ложками меда, глоточек, знаете, эквивалентные дозы, глоточек чая и ложка столового меда. Нет. Понемножку берете мед, крупинками в рот, рассосали чайок, рассосали чайок. Великолепный контрастный душ. Рецепторы получают разные стимулы. Ваш мозг радуется, потому что он фактически тренируется в таких интересных условиях. А когда он получит нужное количество крови с теми углеводами, он еще и порадуется реально, потому что он получит еще и энергию, за счет которой он будет активно работать. Все прекрасно происходит. Есть еще один компонент, конечно, не все любят так заваривать чай, но вы знаете, в тех странах, где чай распространен, откуда культура чайопитета в принципе к нам и пришла, там это используют часто. Это молоко. И не просто так. Я знаю, я не знаю, откуда люди там нашли, знали фармакологию, но и великолепно ее знали. Потому что, что дает молоко при заваривании чая? Да, вы заварили чай, можно одновременно заваривать с молоком, можно в молоке некоторые заваривают даже чай, можно добавить молоко после того, как вы заварили напиток. То есть, мешали уже после этого в стакане перед употреблением. Тут не существенно, как вы это сделаете по большому счету, но важно, что молоко должно быть цельным, то есть жирным. Помните, я вам сказал, биофлавоноиды, часть из них растворима в жирах. Молочный жир растворяет биофлавоноиды и лечебный эффект усиливается. Все прекрасно. Тогда вы можете заваривать без сахара. Молочный жир выполнил функцию сахара, не вопрос, он вам те же биофлавоноиды в ваш организм принес. Что еще дает молоко? Конечно же, блокирует щавелевую кислоту. Вот тут самая опасность, которая может остаться в почках. Поэтому, когда вы завариваете чай с молоком, в молоке достаточно много кальция, кальций, связывающий с щавелевой кислотой, образует нерастворимый в водеоксалат и кальций. Раз они нерастворимы, они не могут попасть в ваш организм, транзитом проходит по кишечнику и фактически опасность щавелевой кислоты вы убрали. Почки ваши в безопасности. Они будут работать хорошо, потому что вы их работоспособность усилили, а соли там не положили. Все прекрасно. Еще молоко какую функцию выполняет? Великолепную функцию. Особенно, когда вы завариваете не зеленый чай, а черный. Помните про те самые дубильные вещества, которые обладают местным вяжущим эффектом? Так вот, если вы завариваете чай с молоком или пьете чай с молоком, то пока вы его пьете, в дубильные вещества найдут белки молока. Они их свернут. Да, вы белки молока не получите. Но чай не нарушит слизистую всего пищеварительного тракта. И это очень хорошо. Потому что там не будет вяжущего эффекта, не будет торможения, потому что чаще всего нужно разогревать активность пищеварительной системы, чтобы она работала лучше. Чтобы она работала правильно, потому что отсюда зависит переваривание пищи. и в конце концов конечный результат. То, что вы положили пищу в пищеварительную стелу и вы усвоили, творят вот эти две большие разницы. Пищеварительная стела должна быть в тонусе. Чай это помогает сделать. А дубильные вещества тормозят. Вот тут мы их связали белками молока. Появились тонаты альбуминалов. Все. И ваше слизистая безопасность. И все прекрасно. И можете даже при язвенной болезни, 12-перстных кишки такую ситуацию использовать, потому что эффект раздражения будет минимальный. Поэтому тут все прекрасно. Вопрос, как все это правильно использовать. Еще одна ситуация. Часто пьют чай с лимоном. И тут нужно понимать, что лимон очень активно влияет на действие тех самых алкалоидов, с которых я начинал. Алкалоиды великолепно растворимы в кислой среде. Поэтому растворимость алкалоидов резко увеличивается. Вы использовали чайного листа мало, растворили все алкалоиды и они все попадут в ваш организм. И действие будет более значительным. Поэтому все знают, когда пьют кофе с лимончиком, тонизирующий эффект ух какой. Примерно то же самое с чаем. И тут вы понимаете, что если есть клоуэскоритния, гипертонической болезни, то чай с лимоном заказан, противопоказан. Его нельзя использовать, потому что можно все очень жестко обострить. Особенно если есть на фоне этого атеросклероза сосудов, вы понимаете, что сосуды не самые прочные. Сосуды просто это понимают. И еще где противопоказан такой способ. Это парадокс, конечно, я уже о нем сказал, напомню. Дегетососудистая дистония. По гипотоническому типу, или по смешанному типу, или по кардиальному типу. Когда сердце пытается перекачивать густую кровь, по-разному на это реагирует. Заставьте только его еще интенсивнее работать. Знаете, такую нагрузку не всякое сердце может выдержать, поэтому при ВСД очень часто чай с лимоном как раз не пьют, потому что он оказывает абсолютно противоположное действие. Нужно это просто понимать, с точки зрения фармакологии, я вам все это объяснил. Это не просто так, знаете, придуривается человек, не может он, не хочет он пить. Нет, фармакология, противление попрежки. Соответственно, как вы понимаете, раз лимон усиливает действие алкалоидов, то при человеку здоровом тонус будет только выше, все прекрасно. А что делать гипертонику? Ну, появляется волшебное средство под названием пищевая сода. Да, можно при заваривании чая добавить немножко соды, в щелочных условиях алкалоиды выпадают в осадок. Главное вам после этого пить чай, если у вас осадок лежит на дне посуды, пить чай. На дне не сильно болтая, потому что алкалоиды могут тоже попасть, и там подизнает, кто-то их может реанимирует. Та же соляная киста желудочного сока может их восстановить. Поэтому заварили чай, он у вас заваривался в заварнике, после этого вы слили фактически на досадочную жидкость и пьете все прекрасно, все отлично. Но пищевая сода только в этом случае. То есть при гипертонии можно использовать. Потому что когда ее используют, расширяют спектр действия, посмотрите видео на моем канале, несколько видео по применению пищевой соды для вашего здоровья. Знаете, нужно очень хорошо думать и сто раз подумать, прежде чем один раз применить пищевую соду другим способом. Кстати, здесь вы можете ее не использовать, а использовать то, что я сказал чуть-чуть выше. Это молоко. Молоко тоже с щелочными свойствами, тоже блокирует эти алкалоиды и тонизирующий эффект на мышцу сердца меньше. Мы не так активно возбуждаем эту систему и гипертоники совершенно спокойно, как и гипертоники. Мол, пить чайок с молоком и получать более мягкий эффект стимуляции этой системы, которая у них ослабленно работает. Поэтому тут очень нужно просто понимать вот эту всю ситуацию и все в порядке, все прекрасно. Вы будете в безопасности. Как еще использовать чай? Ну, учитывая то, что я фитотерапевт, я знаю, как использую чай с лекарственными травмами. Все вот эти плюсы и минусы чая, их можно либо усилить, либо уменьшить. Это зависит от комбинации трав, которые вы используете вместе с ним. Когда используют разные простые растения, которые растут вместе с вами, мяту, милису, это все здорово, зверобойчик добавляют иногда, это все здорово, но каждое растение имеет свой спектр действий. Я вам рассказал про чай. Он не самое сложное растение в описании его действий по химическому составу. Другие растения сложнее, поэтому чай используют как пищевой напиток все-таки. А у тех растений называется другое название, не пищевые они, они лекарственные растения. Там еще сложнее химический состав. Я вам тут рассказал, все-таки вы не знали наверняка всех вот этих нюансов, которые я вам только что описал. С лекарственными растениями все еще сложнее. Вот способ приготовления, не говорю даже о том, где выращивали, когда собрали, как сушили, как хранили. Способ приготовления это уже венец всего вот этого. Если вы этого не знаете, не пробуйте на себе лекарственные растения, чтобы не попасть на побочные действия лекарственных растений. Я знаю, как это сделать. Если вам нужна такая информация, там вы видите, обращайтесь. Все-таки полсотни книг опубликованы не на пустом месте. Более тысячи статей в журналах, газетах, в интернете. Это не просто там. Я знаю, как это делать. Я знаю, как помочь вам сохранять и укреплять здоровье. От вас зависит одно. Звоните, пишите, если вам такая помощь от меня нужна. Ну, а пока вы ждете крепкого вам здоровья и разумного к тему отношений. Я подумаю, какое еще видео написать для вас на эту тему. Спасибо.